здравствуйте дорогие телезрители здравствуйте мои подписчики на канале youtube значит сегодняшняя тема гортензии любимицы почти всех садоводов я не знаю такого сада в котором нет гортензии я хочу немножечко о ней рассказать правда она стала любимицей ну просто хочу рассказать как раз вот не о ней какая она красивая то мы и без меня все знаем о том что это гортензия гидронгея как по латыни любительница воды и вы не должны забывать что поить ее надо хоть каждый день хоть по ведру хоть по два разницы нет она будет пить будет от этого пышнее и красивее и выбирая гортензии вы должны понимать в каком регионе вы живете что у вас будет расти а чего расти не будет значит выбирая гортензии по климатической зоне в которой вы живете вы должны понимать что для холодных краев есть древовидная гортензия и она будет себя замечательно чувствовать и метельчатая гортензия они выдерживают температуры достаточно низкие до минус я бы сказала 37 а то и минус без ветра и 43 естественно с укрытием естественно если это север крайне то и корневая система в первую очередь страдающая у гортензии от низких минусовых температур без снежного укрытия вам придется садовый мусор насыпать слоем не менее 25 сантиметров и причем его нужно утоптать чтобы слой 25 был очень плотным и и еще при этом накидывать снега искусственно создавая ей вот такие условия у нее вряд ли у метельчатой древовидной погибнет верхняя часть но что погибнут корни от этого легче никому не будет значит любительница кислого очень кислого супер кислого ей не противопоказаны кислые поливки хоть лимона отжимайте хоть уксуса наливайте ей разницы нет перегной даже навоз настой навоза для нее очень показаны от этого только будет пышнота и в листьях и в цветах разумеется значит посадив такие виды гортензий это сейчас информация для сибиряков потому что для других регионов есть крупнолистные есть там вьющиеся ползущие их достаточно много но мы сейчас говорим о том что в холодном краю значит посадив метельчатые древовидные вы будете обладателем не надо думать чтобы обладатель плохого цветения не эти гортензии они цветут также пышно также великолепно причем сейчас гортензии есть такие которые начинают цветение не с конца августа и весь сентябрь да цветут когда нас на даче нет нет сейчас в основном гибриды цветущие очень начинающие цвести очень рано это конец июля и уже в августе вы увидите эту прелесть она будет держать цветки очень долго они могут на ней высохнуть и оставаться такими же прекрасными можете срезать на букеты зимние сушить кверх только на этими черенком повесив чтобы он у вас не вот так был а все таки как будто бы только распустился обязательно в сибири в холодных краях где большой снежный покров перед тем как начнутся вот эти вот снегопады замечательные сибирские вы должны отрезать у нее цветы только цветы никаких вот таких вот стеблей вот только цветок услышьте меня это очень важно обрезка у гортензии достаточно непростая и вы должны понимать и помнить об этом иначе вы все испортите значит вот сломала вот нормальная бабка косорукая настолько они хрупкие вот сломала и покажу вам видите отломала что это просто невероятно что то ну точно руки надо мне отломать значит почему я говорю о том что срезаете цветы потому что они очень хрупкие и ломкие и зимой когда пойдет этот снегопад ужасный у вас цветы просто надломят ветки от тяжести снега это обязательное условие но если у вас снега мало это юг то тогда можете оставлять это до весны тем более что у крупнолистной гортензии прямо где находится шарик цветка чуть-чуть под ним при обрезке весной возникнет новая цветочная почка и опять весь куст покроется цветами это у крупнолистной гортензии значит укрывать корневую систему обязательно давать воды обязательно в огромном количестве обязательно кислую можно пользоваться жидкостью для аккумулятора называется это электролит мне правильно подсказали плотность 122 и вы должны понимать что чайная ложечка не ложище ложечка маленькая на 10 литров воды в 30-40 дней один раз проливка такая обязательно тогда ваша красавица ответит вам любовью и цветами на этом я закончу потому что сто раз рассказывала но сейчас начнется высадка не торопитесь если холодно на улице она хоть осенью и дару долго держит листья но они молодые они нежные и они могут не выдержать похолодания даже в минус 2 минус 3 градуса ну на этом все обнимаю вашей тете таня удачи и успехов